Если одного человека арестовали, и он, значит, держа, и причем его даже уговаривают, да что ты понимаешь, это не даешь никаких показаний. Смотри, вот на тебе как там принимают резолюции на собраниях правонарода и все такое. Кого ты жалеешь-то? А для партии нужно. И вот он, значит, начинает писать. Он написал на 50 человек. 50 человек забрали, причем каждый из 50 в свою очередь тоже может быть десятка на два, на три написать. Видите, как уже пошло все. Как пошло, пошло, пошло дальше. Безостановочно, понимаете? Безостановочно. Я не верила, что отец враг народа. Вы знали, что он арестован? Я знала, что он арестован. Мне сказали, что он осужден на 10 лет без права переписки. Я знала, что моя мама сидит в лагере и что она ни в чем не виновата. И вместе с тем я верила, что, очевидно, есть враги. Я ведь верила. Вы понимаете? Я ведь вместе со всеми протестовала. Против чего? Ну вот против врагов. Ведь газеты-то были полны призывами наказать убийц. Пошли процессы открытые. Мы читали эти страшные разоблачения Бухарина и Бухаринцев. Они-то уже были после ареста мамы. Вы понимаете? И в ужас приходили. И, значит, есть такие большие люди. Стали шпиорами. Значит, они есть. Слишком был большой, я бы сказала, космический заряд самой революции. С ее надеждами. С ее представлением о том, что мы начинаем новую эру. С восторгом, который испытывали и внутри страны, и все вокруг. С осуществлением вот этих надежд человечества. Вот мы, как там у Маяковского. Мы, диссоны невиданных взлетов энергии света. Вот мы открываем все новое. Понимаете? И, может быть, от этого вера в то, что против нас так много, и поэтому есть враги внутри. Я не могу объяснить. Ведь это слепота, массовая слепота. Я же ходила в тюрьмы. Я ходила к папе. Там принимали раз в месяц вот эти деньги. Но очереди были огромные. Надо было отмечаться каждый. В течение месяца мы отмечались, а последнюю ночь надо было стоять в очереди. По буквам. У каждой буквы был свой день. И папа сидел в одной тюрьме. Ну, а потом, когда арестовали маму, я ходила к ней в другую тюрьму. Она была в знаменитых ленинградских крестах. Но когда дело было закончено, мне сказали, что в прокуратуре я могу получить разрешение на свидание. Ну, я пошла за этим разрешением. Ну, это очень страшные воспоминания. Как... И вы знаете, я много лет даже его просто не помнила. Вот бывает так, что человеческая память, ну, не желает вспоминать. Пережитое особенно унижение. Вот не желает. Ну, тут вот недавно было напечатано повесть Лидии Корнеевны Чуковской, и героиня ее приходит в эту же прокуратуру, к прокурору, она видит его горб. И я сразу вспомнила этого горбуна, потому что я тоже попала к нему. И все, кто стоял в очереди, все говорили, только бы не к нему. Ну, Ну, вот я помнила, что я должна прийти и просить свидания. Я вошла и просила свидания. Он мне сказал, что я не так прошу. Я сказала, что я очень вас прошу. Я вам буду очень благодарна. Он мне велел встать на колени, просить на коленях. Я встала на колени. Он сидел за письменным столом, таким вухтумбовым. И вдруг у самого лица я увидела протянутый его сапог. Я до сих пор не выношу запах ваксы. Он мне велел целовать этот сапог. В общем, я получил свидание. Они уже выродились в самой работе. Они уже выродили. Одних толкнуло, понимаете, на пьянство, скажем, само отношение к людям. Когда переставали, понимаете, видеть живого человека. Переставали. Они видели объект, на которого нужно составить материалы, которого нужно, так сказать, упрятать или в тюрьму, или к расстрелу. Там же действовали тройки в то время. Тройка ведь это не Сталин придумал. Это с 18-го года были тройки. Коллеги ВЧК, губернские эти самые, групп ЧК. А когда стали области, не губернии, то тройки. Тройки, в каждой области тройки. А там, значит, коллегия, понимаете, этого самого ОГИПУ стала. А потом, значит, коллеги, особые совещания. Так что это давно, с 18-го года это все существовало. Вот. И человек, так сказать, поскольку у работника создавалось впечатление, что все в его власти, он может написать, Бог знает что, понимаете, нарестованное. Его же никто не будет спрашивать. Судей-то своих он не увидит. Он сидит где-то, понимаете, а там решают заочно вопрос. А кто докладывает? Докладывает тот, кто вел дело, следователь. По докладу следователь. Это развращает людей, когда он чувствует безнаказанность и все власти, понимаете, и власть над людьми неограниченная, это развращает. И поскольку споставлен был вопрос о том, чтобы нужно выкорчевывать о хвосте вредителей, ну, террористов, понимаете, оппозиционеров бывших, которые стали на путь, понимаете, то тут допустимы всякие методы, понимаете, всякое принуждение, физическое принуждение, понимаете, вот, то есть пытки, допросы с пристрастием со всеми этими выводами, но нужно выкорчевывать это делать. И люди старались, каждый сотрудник, каждый коммунист, который был аттестован, если он не давал заявлений, то ему говорили, что ты пособник врагов народа, пособник врагов он. А 26 декабря...